всем привет ну что мы начинаем наш копик 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 только он такой маленький коп будет коротенький и я буду копаться искать дорогу тропиночку советскую там 20 30 года ну тут шли бои так что я не знаю что будет видимо будет жесть какая-то потому что будет много патронов и всякой такой приблуды так что все я начинаю комары меня уже начали грызть так что надо начинать копать поехали смотрите блин вылезла нереальная гильза смотрите вот просто с мою голову это жесть вот такая она просто ну с руку не знаю для чего применялась но калибр у нее точно хороший не там не прочитать ну в общем да жестокая находка вот так вот вылезла у меня еще вот такая вот махина тоже махина прям вообще там даже что то есть какие-то циферки где-то я видел 1717 что-то там и 300 короче хрень вот такой убивали блин конкретно вот это вот что я так и не понял кто знает по военной археологии отпишитесь что это такое вообще за уши может от ящика какого-то вторая фигня непонятная вообще вот так вот такая вот балда оставлю ее здесь домой конечно не потащу так пусть лежит сижу в зарослях и тут мне вылезла вот такая интересная гильза но она не простая сейчас ай комар на бог сейчас почищу и покажу тут надписи есть какие-то интересные сейчас надо посмотреть и что нам показалось вот какая-то картина вербраух из какой-то вербраух из какой-то тут циферка тут еще что-то написано на интерес и вот тут вот тут у нас еще 10-1 или 11 на это 10 41 вроде как очень непонятно а это у нас гильза от сигнального патрона для подачи различных сигналов германских вооруженных силах использовать сигнальные и осветительные пистолеты производившиеся по отдельным заказам вермахта люфтваффе смотря на эту таблицу я смог понять какой патрон использовался это оказался парашютный патрон для измерения силы и направления ветра на базе короткоствольного пистолета были созданы боевые образцы которые могли стрелять сигнальными ракетами и гранатами в общем вот такая вот штука интересная пустая и тут и на 190 вот такой вот у нас сегодня коп по войне получился вот так я не представляю как наши бойцы пробирались вот через такие вот болота вообще нереальные ну это просто жесть я вот уже иду 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 уже запыхался тут а мне еще идти метров 500 все иду ну что закончил я наш коп кроме вот этой интересной гильзы с надписью получилось мне накопать вот такую кучу гору этих ободочков от снарядов одна крышка всего лишь одна пробка блин и еще какая-то маленькая приблуда непонятная для чего чего много было железа всякого непонятного ну в общем вот такой получился коп я немножко расстроен результатом но как коп все равно покопал было интересно а это у меня будет подопытный как чистить монеты и так далее буду использовать на эксперименты как вот например чистить такую розовую фигню в общем вот все устал идти через это болото блин ну а что делать эти руки уже красные потому что раз я без монет ну хотя бы чернички насобирать побольше там сейчас соберу там может горсочку так и пойду домой так что вот ну что вот такой у меня получился немножко коп по войне я считаю что коп по войне надо оставить профессионалам кому это интересно которые которые реально ищут бойцов наших и оставить это поисковым отрядом лично я пытался найти советы на старой дороге но так как тут шли бои тут получился коп по войне ни одной монеты я не накопал ну хорошая прогулка в принципе это всегда радует потому что это наше хобби нам это нравится все равно получил массу удовольствия ну в общем вот так что спасибо за просмотр всем удачи и пока ну это пока Субтитры подогнал «Симон»